Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ну что же здесь хочется сказать. Я думаю, не совсем верно вам поставлен вопрос. Вы хотите исправить свою жизнь, а ее, мне кажется, не исправлять нужно, а менять, ее нужно менять. Менять ее нужно так, как вам хочется, потому что, если мы говорим про исправление, то мы говорим о том, что, ну, что-то неправильно сейчас. Но это не так. Я не хочу, чтобы вы думали, что ваша жизнь была неправильно, и не хочу, чтобы вы думали, как бы это не звучало, что то, как вы живете сейчас, неправильно. Да, вам это не нравится. Именно то, что вам это не нравится, возможно, мотивирует вас на то, чтобы стремиться исправить вашу жизнь. Ну, я думаю, что при таком подходе мы получаем далеко не лучший результат. Вот. Я думаю, что при таком подходе мы получаем негатив в основном. Смотрите, вы говорите, хочу вернуть, значит, семью, да, свои цели, ну, вот, вы пишете, и хочу перестать пить. Значит, что важно, ну, вот, как я думаю, это значение целей семьи и отказ от алкоголя. Сейчас вы не можете, не можете отказаться от алкоголя, по моему мнению, потому что, ну, вам, как мне кажется, просто нечего себе дать за место алкоголя. Ну, понимаете, вы не можете чего-то себя лишить. Вот. И при этом, да, ничего себе не дать. Ну, вот. Так, наверное, не получится. Так, я думаю, неправильно. Вот. Просто даже, вот, по, ну, по отношению к вам, так, неправильно. Поэтому, то, что вы хотите перестать пить, вот, это хорошо. Вы молодец, что хотите перестать пить. Но, я думаю, при этом нужно все-таки посмотреть на то, что вы могли бы, что вы можете, что вы хотели бы себе дать, вот. И уже потом отказываться от, там, условного алкоголя. А сейчас, ну, это вот выглядит, ну, я бы даже сказал, что это выглядит, знаете, как, немного провокационно. Вот. Вы сами говорите, что у вас есть оправдание, да, для, ну, для того, чтобы пить. Вот. Ну, мне кажется, задача заключается в том, чтобы вы в некоторой степени перестали оправдываться и в некоторой степени, ну, признали какие-то вещи. Ну, вот. Дальше. Дальше. Интересным моментом, на мой взгляд, является тот факт, что после потери, после смерти вашей жены, вы очень как-то, как-то, ну, не знаю, обесценили, что ли, все то, чем вы условно жили, ну, это время. Это очень интересно, потому что, по моему мнению, если, если подобное случилось, если подобное произошло, то я боюсь, что вас никогда не интересовало то, чем вы занимались. То есть, если вы обесценили это, значит, вы никогда не были этим увлечены в полной мере. Просто, вероятно, вы не сталкивались с какими-то серьезными препятствиями. Вот. На своем пути, вот, в это я могу поверить несколько больше, чем то, что вы просто взяли, да, и вот все обесценили. Поэтому, да, возможно, вам требуется сейчас некая такая переоценка того, чем вы могли бы и хотели бы за них заниматься. Ну, прежде всего, прежде всего, мой вопрос, наверное, будет заключаться в том, а прожили ли вы потерю своей жены? А плакали ли вы ее как-то вот, приняли ли вы ее уход или нет? Вот. Это вот очень, как я думаю, важный момент, потому что у меня складывается такое впечатление, что нет. У меня такое впечатление складывается, что не отпустили, не приняли и до сих пор вас это говорит. Не оболели, что называется. Алкоголь, конечно, он притепляет какие-то ощущения, но, как мы понимаем, наверное, не способствует проживанию чувств. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, конечно, начинать нужно с этого. Вот. Я так понял, что вы человек довольно-таки закрытый. Ну, как это сказать, может быть, необщительный, да? Возможно. И, соответственно, возможно, все-таки не прожили свои чувства, которые у вас есть. Вы говорите о навешивости, вы говорите о том, что вам скучно, тоже хотелось бы немножко подробно осмотреть. Вот. Если вы говорите, что вам скучно, хотелось бы, ну, знаете как, поисследовать этот момент, да? То есть, что вы понимаете под, значит, скукой, да? То есть, что такое скука? В этом случае, ну, в вашем случае, например. Ну, вот. Потому что скука, она ведь, ну, вот, например, мной связывается с, ну, таким, знаете, я бы сказал, тотальным непринятием в себе, да? То есть, вот, человек, ну, себя не принимает. Человек, оторгает себя, и вот у него появляется то, что, ну, то, что вы можете назвать скукой. И когда вы говорите о том, что вот вы навязчиво ведете себя, ну, ведете себя навязчиво, а девушка, да, то, что, тоже вот очень интересно, что именно вы делаете, и чего вам хочется. Вот. Тут еще, ведь, какой есть момент. Тут есть момент еще такой, что вы навык свои отношения, да? Если они начнутся, вы ведь будете сравнивать, значит, девушку, да? Вы будете сравнивать с своей женой. Вот. Если вы, ну, себя не воспринимаете, как, ну, как, как, ну, как личность, если вы себя не воспринимаете. Вот. Если и, соответственно, вы, ну, девушку тоже, ну, не сможете воспринимать, как личность отдельную, отдельную от себя. Вот. И мне кажется, что это вот такая следующая ступень, да, которую вам тоже вот нужно обязательно, обязательно иметь в виду. Ну, вот, далеко не все, ну, условно не хотят, там, грубо говоря, ну, бороться с призраками, да, и вот, это очень важный момент. А еще очень важный момент заключается в том, что, по моему мнению, вы пытаетесь вернуть какое-то ваше состояние, которое было, да? Вот. При этом, на мой взгляд, это сделать невозможно, потому что в ситуации сильного повреждения драмы вы изменились. И у вас по-любому произошла операция не к ценности, поэтому два раза войти в одну и ту же реку не выйдет. Вот. Это очень важно понимать. Вот. Вам именно что нужно смотреть, ну, на мой взгляд, шире и пробовать сделать для себя что-то новое. Вот. То, чего вы, условно говоря, раньше не пробовали, а вот, только, только так, я думаю, вы сможете, ну, вот, что-то для себя, ну, новое открытие. Только так, я думаю, вы сможете начать жить, вот, определенный риск, да, определенное столкновение с новым опытом и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А просто то, что вы делаете сейчас, пытаетесь просто, ну, вернуть, вернуть то, что было, ну, это мало реально. Вот. Я вам сочувствую, я сочувствую тому, как вы от себя казались, я понимаю, что вам уже тяжело, вот, но, как бы, расклад такой. Вот. И к смерти вашей жены можно относиться по-равильному, зависит от того, к какой конфессии вы себя относите, так сказать, если это конфессия, там, христианская, ну, если там какая-то другая, другое, вот, смотреть на то, что является, ну, что такое смерть, да, в рамках этой конфессии. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо за внимание. И. Продолжение следует...